Мраморный подоконник, мать его-мать его, эклектичной атмосфере проживала семья Павла Юрьевича Сизора. Ленинградская правда, 3 копейки 24 мая 1970 года. Не исключено, что если тут хорошенько пошкребать, то можно найти какие-то сенсационные скандалы, интриги, расследования. Это окно не в потусторонний мир, это окно в заведение типа сортир. И вот она моя любимая тема, когда окна замазывались красивой краской. Абсолютно шикарная. Велерой Бо, фирма, предоставила свои чудесные изделия. Текстиль имени, что-то там, видите, Польша. Старая реклама, причем видите, какая креативная. Перетекает фон в трусики и в лифчик. Бедный Александр Брилов. Бедный Павел Юрьевич Сизор. Если бы они увидели, в каком состоянии находится этот особняк, они бы, конечно, малость, мягко говоря, прибалдели. Дело в том, что Александра Брилова вы, может быть, явно-то и не знаете. Вы знаете больше его брата, Карла Брилова, последний день Помпеи и все такое прочее. Но надо сказать, что эти самые Помпеи были навеяны именно братом, потому что он первым оказался в Италии. И написав там портрет супруги, по-моему, короля, получил разрешение на обследование этих Помпеи. И вот заразил своего младшего брата этим. А потом он на Васильском острове, на Кадесской линии, приобрел собственный особняк. И у него была дочь. Дочь вышла замуж за довольно известного архитектора Павла Юрьевича Сизора, которого вы знаете, на самом деле, больше всего, конечно, по дому Зингера на Невском проспекте, нынешний дом книги, штаб-квартира социальной сети ВКонтакте. Но Павел Сизор построил больше 80 домов в нашем городе доходных. И он был одним из инициаторов вместе с Александром Бенуа возникновения у нас музея Санкт-Петербурга. Дело в том, что нам вот сейчас, понимаете, мы смотрим какие-то старые вещи, и нам кажется, что их надо срочно куда-то в экспозицию и прочее. Раньше так не думали. Раньше их просто выкидывали к чертовой бабушке. И вот группа, инициативная группа решила, наконец, сделать штатный музей, который расположился, так уж получилось, потому что больше места не нашлось в собственном особняке Павла Юрьевича Сизора именно здесь. Именно отсюда началась музейная история города Петербурга. И вот сегодня мы вам покажем, в каком состоянии он находится сейчас. Ну вот здесь, например, на этой стене можно видеть количество, а, краски, и, б, сколько наклеивалось обоев. Тут даже есть старые газеты с ятями. Я живу на чердаке отеля Сен-Фар, например. И это еще дореволюционные издания, по понятной причине. Технология, как вы видите, не изменилась в советское время. Точно так же мы все делали. Сначала клеятся газеты, потом сверху наклеиваются обои. Не исключено, что если тут хорошенько пошкребать, то можно найти какие-то сенсационные вещи, скандалы, интриги, расследования. Пол паркетный, превращенный в, как бы это сказать, в нечто. И хочу обратить ваше внимание на вот эту излюбленную тему. Плинтусы. Их очень часто красили вот в такой божественно-коричневый цвет в квартирах. И особенно в казенных заведениях. Я помню, в школе у нас это было. Здесь, соответственно, у нас продолжение всей этой прекрасной истории. Еще видно, как проводили проводку. Видите, еще старые провода такие, двужильные. Я помню, у меня на даче такие болтались. Ленинградская правда. Три копейки 24 мая 1970 года. Что-то здесь про завод имени Кирова, центральный комитет КПСС. Ну, с этого всегда начинались все заметки. Вот даже, вы не поверите, какая-то реклама. Не могу прочитать, что это. В Советском Союзе самая мощная реклама принадлежала Сбербанку и Аэрофлоту. Летайте аэрофлотом. Вот такую дверь, конечно же, Павел Юрьевич Сузор построить не мог. Это уже нововведение советской эпохи, когда здесь поселились новые жильцы. И все это было, естественно, превращено в максимально компактное место проживания. Мы попробуем сюда пролезть. Замечательный изоляционный материал. Обратите внимание. Классический. И вот эти доски я уже рассказывал историю, на самом деле, про то, как нужно было сделать перегородку в коммунальной квартире, где жила моя бабушка. И там, соответственно, мой прадед Аверьян сделал ее из таких вот грубых досок, из-за чего получил прозащий Аверьяшенький рукодельничек. Это была большая комната. Если мы посмотрим наверх, то мы увидим, что вот эта вот перегородочка замечательная с этой высокой дверью, да, она искусственная. Потому что, видите, идет фриз, и он здесь прерывается. Тут у нас, собственно, вид на первую линию Васильевского острова, да. Если мы туда выглянем. Мы там еще окажемся сегодня. Обратите внимание на толщину стен. Кирпичная кладка. Вообще, это дом, на самом деле, но он существовал еще до Брилова. И редкий пример 18 века. Отдушины старые в стенах. И вот вам, пожалуйста, еще раз обращаю ваше внимание на структуры этих домов. Вот здесь она видна, на структуру этих домов. Здесь она видна как никогда. Вот такие перекрытия. Деревянные потолки. Вот моя любимая еще советская проводка. Соответственно, горело это все. Вот отсюда можешь легко снять. Вот здесь это прекрасно видно. Вот там вот деревянный потолок. Если во время блокады попадала сюда бомба, она у нас взрывалась максимально. И с какой любовью и заботой было закрашено все убранство на потолке. Мы сейчас увидим, как это изначально выглядело примерно. Вот оно, наше любимое отопление. То есть, если мы пойдем... Это, соответственно, печной уход. Там наверху труба. Ну, в советском быту не важно было, что там на потолке. Поэтому вот здесь мы можем видеть с вами то, как это выглядело изначально. И посмотрите, сколько слоев краски было нанесено. Вот она вся такая отслаивается, отштукатуривается. Вместе, собственно, с веселенькими советскими обоями. И каким филигранным образом наносилась раньше проводка. Посмотрите, прямо гвоздь. Вот вот. С точки зрения, конечно, техники безопасности, но это, мягко говоря. Мягко говоря, не комильфо. И вот здесь очередная, видите, перегородка была, да? То есть, ее ставили, перегораживали эти большие комнаты, которые раньше... Ну, этот метраж считался нормальным для тех времен. Для советского времени это, конечно, много. И, в принципе, для советского времени даже вот такая комната, это уже хорошо. Здесь, кстати, еще мы можем видеть лаги. Родные. И обратите внимание, опять-таки, на толщину пола. Идеальная звукоизоляция, идеальная теплоизоляция. Я так буду иногда, извините, проверять уровень. Я сегодня забыл свое оборудование. И вот, если бы не петличка дополнительная, ничего бы не было. Идем дальше с вами. Здесь мы, помимо запустения и всего остального, можем выглядеть в окно и посмотреть на ножки. Но не на те ножки, которые описывал Александр Сергеевич Пушкин, а на ноги скульптуры Аполлона, которая там когда-то стояла. Вот это внутренний двор, который, в отличие от дворов-колодцев, некоторые из которых мы сегодня с вами увидим, представал себя более, конечно, впечатляющее зрение. Еще вот, может, туда посмотреть. Там у нас Бранмаур виднеется. Вот, собственно, в таком состоянии это все пребывает в настоящий момент. Понятное дело, что это уже наследие тоже советского времени. Никаких этих труп изначально не было. И мы с вами, поскольку у нас тут будет Добрая Фея, мы с вами будем такими методами склеек ходить, потому что мы будем перемещаться из объекта в объект. И нас просто попросили Добрую Фею не светить. Ну, по монетным причинам. Поэтому сейчас мы на секундочку прервемся. Каток. И переместимся в следующую сторону. Вот мы и переместились в следующее пространство. И сейчас у вас будет уникальная возможность переместиться с черной лестницы, причем барского дома, да, в полной мере этого слова могу употребить его на парадную лестницу. Вот это как раз черная лестница, где поднималась, ну, я уже объяснял миллион раз, со двора, вот оттуда прислуга, зеленщики, мясники, полотеры и так далее. Полы, кстати, натирали довольно часто, хочу сказать. Вот эта дверь, дверь, это окно не в потусторонний мир, это окно в заведение типу сортир. Оно там находится, мы туда не будем проникать. Слои штукатурки. Можно наблюдать здесь со слоями краски. Сейчас мы пройдем через такое темное помещение, потому что мы попадаем, собственно, в жилую часть особняка. Здесь надо аккуратненько передвигаться. Ну, и здесь под слоем арголита, или, как нас учили в столярном училище, ДВП, располагается линолеум, что может быть прекраснее, чем линолеум на дубовом паркете. Только еще один линолеум на дубовом паркете. И вот вам, пожалуйста, печечки. Как это все отапливалось? Вот таким образом. Эта печь нагревается и отдает потом тепло. Хочу, кстати, сказать одну интересную деталь. В городе Санкт-Петербурге было запрещено топить печи после 10 часов вечера. Об этом я узнал совершенно случайно, прочитав воспоминания Сергея Нечаева, где он описывает свою ссору. Ну, и Сергей Нечаев, это тот самый первый наш успешный террорист, убивший студента Иванова в парке Академии, нынешнем парке Академии Тимирязева. И вот он там поругался со своим дворником, потому что он топил печь после 10. Здесь очень интересно наблюдать еще клейма на кирпичах. Дело в том, что кирпичный завод, когда выпускал свою продукцию, он ее брендировал. Соответственно, вот это у нас завод господина Беляева, например. И вот отпечатки на уже цементе, которым крепились эти плитки к этим кирпичам. Хочу, опять-таки, вам напомнить, что выложить печь – это целое искусство, потому что там нужна тяга и все такое прочее. Если тяги не будет, она просто не будет нагревать и вообще потреблять дрова в должной мере. Вот, посмотрите, у нас здесь очередная вот эта история, про которую я вам рассказываю. То есть, вот дом каменный, а посмотрите, какой он прекрасно деревянный. Двери изначально, видите, какие были? Прекрасные. Странно, что их не покрасили в красивую коричневую краску, как это обычно водилось. Ну, а вот тут уже у нас разобранная печь, кирпичи с другой маркировкой – LR. Причем, обратите внимание, они еще и номерные. То есть, на каждом кирпиче есть номер. Это у нас сейчас, понимаете, кирпич – это, ну, такой достаточно расходный материал. Тогда это было дело крайне дорогое. Вот здесь у нас даже присутствует некий рисунок. И вот эта комната, она, комната с балконом. Можно было выйти раньше, посмотреть налево, посмотреть направо, поприветствовать гостей, если есть желание выпить чашечку кофе с утра. И вот тут у нас, конечно, самый смак. Посмотрите наверх, на потолок. Вот в такой эклектичной атмосфере проживала семья Павла Юлевича Сизора. Здесь была детская библиотека, поэтому мы видим вот такие вот замечательные сооружения. по-разному называют. У меня там одна из бабушек называла это душник. Вот эти вот отверстия. И вот как чудесно. Видите, там, ну, это такие филенки, их можно назвать, да, между условными пилястрами разделенные. То есть, эта вся перегородка их перекрывала, к чертовой бабушке. А вот это, собственно, парадная лестница. Вот отсюда входили господа владельцы этого особняка, в зависимости от времени. Здесь у нас есть одна из самых старейших надписей, выложенных в данной технике. В Петербурге сальве, в этом смысле, приветствую. Ну, салют, да, салю, по-французски. И есть менее старые надписи. Вот, например, фанаты всем известного футбольного клуба, который тут на днях стал чемпионом. Из-за него я опять попал в пробку на дворцовой набережной, когда ехал себе домой. Ваза явно не пришейка, а были хвост. Она изначально, конечно же, стояла не здесь. Возможно, попала сюда с крыши. Тащили-тащили, не дотащили, поставили здесь. Ну, почему бы нет? В принципе, в советское время это вполне могло бы так и быть. Шикардосные двери. Идем дальше. Мраморный подоконник. Мать его, мать его, а. Смотрите. Сейчас от такой столешницы мечтает каждая домохозяйка. Вот у меня дома столешница из камня. Она стоит до хилиард рублей, на самом деле. Ну, она как бы вечная, но пришлось потратиться. Помимо дверей здесь были еще вот такие вот обшивки деревянные. Вообще, вот такая деревянная обшивка, деревянная атмосфера, она придает определенный шарм помещению. Одно из моих любимых вообще помещений в нашем городе – это библиотека Николая II в Эрмитаже в Зимнем дворце. Это потрясающе уютное место, где прямо хочется погрузиться в какие-то научные студии и не влезать оттуда. А это уже, кстати, смотрите-ка, более поздная газетка 98-го года. Перестройка. Большими буквами. Номер 2698. Я вот как-то удивляюсь, что почему перестройка в 98-м году. Может быть, это просто номер газеты. Естественно, что-то там про РККА, ГПУ. В общем, любимая тема этих времен. Я думаю, что это, конечно, более ранняя газета. 98 – это один из номеров. Так, ну и, собственно, здесь у нас выход. Посторонним вход воспрещен. Ну, мы сюда с благими целями залезли, уж извините, да, показать вам все, что есть. И посмотри, кстати, иди сюда. Здесь тоже старые остатки былой роскоши. Ну и сейчас у нас будет очередной такой монтаж. И мы переместимся в следующее пространство, куда нас заведет Святой Дух. Вуаля, волшебными движениями мы перенеслись во двор. У вас логично возникнет вопрос, собственно, what the fact. Ну, то есть, а почему все так? Дело в том, что судьба этого здания до сих пор непонятна. Самым пиком и топчиком был тот момент, когда здесь хотели разместить музей, институт ислама. По этому поводу поднялась огромная буча. Причем я читал петицию на Change.org противников этой идеи. Она, вот вы знаете, она, мне кажется, очень показательная, потому что там писалось о том, что исповедующие эту религию не принесли ничего в историю нашего города. Я не к тому, что я защитник этой идеи, я к тому, что на самом деле представители магометанства, как их вообще называли там в 19 веке, в основном это были, кстати, татары, сделали немало для истории нашего города. Но, тем не менее, когда вот возникла такая инициатива, народ как-то восстал и не отдали, не отдали под него. Вот, собственно, тот самый Аполлон, который здесь стоял. И добрая фея, которая пустила нас сюда, сказала, что есть фотография еще советских времен 70-х годов, где вот эта трещина присутствует. Ну, то есть, самая настоящая стабильность. Зато мы имеем перед собой пример двора колодца уже в частном особняке, который потом, конечно, стал не частным особняком, но вы видели, да, то есть, как там все было переделано. И это абсолютно нормальная история. Выход на две улицы. То есть, если туда мы пойдем, то мы выйдем на первую линию Кадетскую, а если вот туда мы пойдем, то мы выйдем в Тучков переулок, в котором мы с вами сегодня еще окажемся. И, собственно, таким образом у нас вот есть некий проходной двор. Очень интересен следующий дом. Он связан с историей нашего советского кинематографа, но мы об этом поговорим позже. Ну, вот у вас может теперь сложиться такое почти максимальное представление об этом доме, который вот в таком замечательном состоянии пребывает. И поскольку здесь были квартиры разные, то вот об этом свидетельствуют, например, вот эти решетки на окнах, потому что таким образом пытались бороться с варьем. И вот она, моя любимая тема, когда окна замазывались красивой краской. рамы, я имею в виду оконные. Вот они здесь в таком виде, да? А если мы переместимся на противоположный фланг этой баталии запустения, то мы видим их уже в первозданном виде. Сейчас у нас очередной склей. Волшебный ларез открывается, и с вами Петрушка снова не прощается. Но вы знаете, как я люблю кисиков. И сейчас у нас будут кисики из области шок-контент. Помните фильмы всякие, «Мумия» и прочее, прочее. Вот посмотрите, кисик, который такое впечатление, что попал просто в эту душу. Но, возможно, это кисик, который еще помнит Паула Юрьевича Сезора. То есть это самое настоящее мумифицированное у нас, мумифицированный экспонат. То есть шок-контент. А вот это мансарда. Есть в Германии такое направление, Бидермайер называется. Это 18 век, в основном первая половина. Это все такое уютненькое, чистенькое, миленькое. Но вот здесь должны были, по идее, ворковать какие-то влюбленные парочки под крышей дома своего. Пойдемте дальше, потому что дальше тоже есть что увидеть. Ну, этим вас уже не удивишь. Текстиль, имени, что-то там, видите, Польша. Реклама, старая реклама. Причем, видите, какая креативная. Перетекает фон в трусики и в лифчик. Объединенное внешнеторговое предприятие. Лоть улицы кого-то там. Между прочим, это было крайне востребовано в то время. Здесь у нас, божечки, кошечки, вы посмотрите. Эта печечка уже, конечно, менее приятная с точки зрения теплоотдача. Но поскольку внутри она проложена кирпичами, то ее вот прям буржуйкой назвать нельзя. Ведь эти кирпичи... Буржуйка – это печь без кирпичей. То есть это просто железная печка, которая особенно использовалась, а, во времена военного коммунизма, и, б, во время блокады. Она потребляла огромное количество дров, но давала очень мало тепла. Поэтому и была названа буржуйка. А вот это такая классическая печь, которую использовали много где. Вот на дачах я так... На старых я такое встречал. Да, ну я хочу сказать, погрузитесь в контекст времени. Там у нас, вот видите, некая тоже кладовочка, не кладовочка, там могли что-то хранить. Вот опять у нас чудесная проводочка еще советская. Так. Здесь свет твоего окна. Посмотрите, какие шпингалеты еще. Мама дорогая. Газета «Советский спорт». 25-я суббота. А год ты какой, черт побери, а? А, 71-й год. 71-го года газета. Слушиваются в музыку эпохи. Опять-таки, от съезда к съезду. Писатель, время, герой. Советский звукоэлизационный материал. Вот этот вот, поглощающий ненужные охи-вздохи. Здесь у нас тьма кромешная. Тут тоже, опять-таки, газета «Советский спорт». Время поисков, время открытий. Спортивные новостройки. Господи, о чем только не писали в спортивных газетах раньше. Ну, вообще, на самом деле, конечно, газета «Советский спорт» была крайне популярной, потому что, ну, не было у вас там никаких ни «Матч ТВ», ничего такого остального, да? Ну, вот это вот конец мансарды. Здесь тоже жили люди, и, в общем-то, на самом деле, я думаю, что в теплое время года, которое у нас, прикиньте, случается в Петербурге, за отсутствием кондиционеров, они тут просто мешались. Потому что вот на мансардах обычно бывает очень жарко. Ну, опять-таки, почитайте Достоевского, либо петербургские трущобы Крестовского. Сейчас у нас очередной такой путь. Самый страшный зверь – это лев. И он нас ждет здесь, покладенный вот сюда. Это черная лестница, хочу вам напомнить. Не донесли. Слишком тяжел был. Сейчас мы с вами погрузимся в атмосферу советского быта. Это удивительно, действительно, знаете, вот помните такие фильмы, где какой-нибудь там вирус или какие-нибудь там монстры, зомби нападают и в такие пустые квартиры. Вот сейчас мы увидим советскую квартиру после зомби-апокалипсиса. Самым настоящим ее представлением. 15-й номер. Вот мы сюда заходим. И тут у нас есть все. Вот я даже могу взять такую палку-указку. Стандартные секретеры, да, сделанные из ДСФП на основе формальдегидных смол, которые, как мне объясняли в училище, потом испаряли в течение многих-многих лет всякие полезные вещи. Посмотрите, какая потрясающая дизайнерская находка. Этим тоже характеризовались многие. В туалете такое могло висеть, да, и прочее. Отсюда мы переводим взгляд на потолок. Тоже вот видите, какой советский подвесной потолок у нас присутствует. Счетчик еще старый. Вот я недавно, кстати, в своей второй квартире сменил. Кисейные занавесочки. Все, что мы любим. Тут, кстати, можно посмотреть на второй двор. Не открывается, да? Ну ладно, не будем. Вот там второй двор виден с выездными воротами. Люстра. Обратите внимание, как она удобно висит. Ну, то есть, как бы, человек с ростом выше среднего уже будет об нее постоянно впендюриваться. Так, и вот это мне просто обратило внимание. На самом деле, смотрите, какая дивная папочка с фотографиями. Я не знаю, почему эти люди не забрали фотографии. Здесь целая семейная история. Такой кораблик. Ветер по морю гуляет и кораблик догоняет. 50-е, явно 60-е года. Вот, я так понимаю, один из родственников. Тут у нас еще есть. Ну, я не знаю. Честно говоря, очень жалко. И хотелось бы, чтобы все-таки хозяин озадачился. Если что, ну, как бы, связывайтесь со мной. Я сведу вас с фией, которая меня сюда пустила. Заберете свои фотографии. Потому что, ну, нехорошо, мне кажется. Это вот у нас очередная комната с очередным секретером дивным. Вот, я помню, у меня дома. Да, помните, вот такие кронштейны типичные, да? Здесь вот у них, конкретно у них лекарства хранятся. Божечки, кошечки. Вот эта вот шоколадная плиточка советская, она тоже присутствовала. Она мягкая, на самом деле. Она мягкая. Ну, а вот там, как вы знаете, что у нас всегда хранилось правильно? Сервизы, которые доставались только в тот момент, когда приходили какие-нибудь гости. До этих пор они были не нужны. Куча старых всяких разных вещей. А вот тут уже эпиз оф модерн арт. Смотрите, это уже такой советский модернизм. Он, ну, только немножечко убогий. Ну, хоть в каком-то виде пускай будет. Ой, слава труду. Слава труду. Вот сейчас, я думаю, мы что-то это и узнаем. Это, смотрите, это вообще очень старая фотография. Это что, довоенная. Объединенный комитет профсоюза награждает редколлегию газеты «Ленинградес» из победителя смотра конкурса «Стенные газеты» Василия Островского райжил управления за активное участие в коммунистическом воспитании коллектива. С 1979 года. Как вы видите, нахрен никому это все теперь не далось. Так, вот это, это прекрасная вещь. Я ее помню. Она висела, как правило, между прихожей и остальными комнатами. Такие вот. Да, можно так. Здесь шкаф. Это, кстати, шкаф еще на самом деле даже, по-моему, не 70-х годов. Это уже более раннее производство. Мебель, кстати, была крайне дефицитная и стоила дорого. И на нее надо было встать очередь. А то бабушка вставала в очередь на шкаф. Вот какое счастливое время было, да? Нужно было встать в очередь, чтобы купить шкаф. Так. Сетка комарина. И вот восьмилетняя ленинградская школа. Вот это вот тоже. Я помню прекрасно вот эти штуки, дырюки стояли. Еще, знаете, не хватает банки трехлитровой, чтобы там гриб плавал чайный, да? Вот для большей кучи. Восьмилетняя школа ленинградская, 62-63 год. То есть, видите, какие еще старые фотки. Вот пацанчики на стиле. Сейчас это уже, конечно, глубокий пенсионер, я думаю. Надеюсь, что эти люди живы. Вот, кстати, прекрасно советское времяприворождение, да? Ходят в поход. Скалы до Буша. Ну вот. В итоге все это лежит. Вот оно маленькое, вот оно большое. Ну, судя по всему, вот это. Вот он, главный жилец этой квартиры. Не знаю, как его зовут. Рисунки детские, смотрите, сохранились. Ленинградский медицинский институт, выпуск врачей, 44-й. 47-й год. Ну, а ты что мне думаешь подарить к 1 мая, моему юбилею? Чем ты меня порадуешь? Будешь хорошо кушать? Да, то есть это, судя по всему, бабушка. А, твой батька. Твой батька. Пишет он своему ребенку, чтобы он хорошо кушал. Крайне печальная, на самом деле, история, если честно. Ну, вот без иронии могу сказать. Это ужасно, когда это все остается в таком виде, да? Ну, тут еще какие-то грамоты почетные. Смотрите-ка, слава труду. Это все тот же ленинградец. А вот РССР, Ленинградский городской совет депутатов. Это вот у нас Смольный, вот у меня там была, да, экскурсия. Видите, это пропелли по проекту архитектора Щуко. О, ну-ка, Кожевина Пелагея Михайловна, указом Президиума Верховного Совета от 22-го до 42-го года награждена медалью за оборону Ленинграда. Как это можно ставить? Медаль за оборону Ленинграда, 2 сентября 43-го года. То есть эта женщина пережила блокаду здесь, да, за образцовое выполнение заданий при проведении работ по очистке города и проявленной при этом энергию инициативу. Испланетный комитет. Значит, объясняю контекст этой награды. Дата 22 мая 1442 года. Это самая страшная блокадная зима. Ну, я об этом рассказывал, но повторюсь, мало ли вы не слышали. Горы трупов везде лежат, потому что, естественно, о них не сообщали, потому что тогда придется сдавать продуктовую карточку и меньше есть. Далее, огромное количество крыс. Далее, огромное количество застывших фекалий. Ну, потому что не было сил, ничего не работало же, да, водопровод встал. И встала очень большая опасность эпидемии. Были, соответственно, сформированы отряды из комсомольцев и добровольцев. Вот, в частности, например, Кожевина Пелагея Михайловна, да, она участвовала в компании, ну, мы еще скажем, в компании по очистке города вот от этого всего. И, надо сказать, она была успешная. В городе не возникло никаких осложнений эпидемиологических, да, вот благодаря усилиям вот этих вот ленинградцев. И вот это все здесь валяется. Я даже не знаю, может, взять что ли себе? Ну, потому что у меня она как-то будет более сохранности. Находиться. Это все это перед коллегией ленинградца, ленинградец. О, смотрите, почетная грамота очередная. Ну-ка, посмотрим, что здесь. Некрасов Борис Иванович, партгруппа, участник Великой Отечественной войны в честь Дня Победы за активное участие в общественной жизни Треста, 1984 год. Это уже излет Советского Союза, да, то есть это вот как бы начало и конец. Да, вы знаете, я это, пожалуй, и возьму. Потому что такие вещи надо, мне кажется, хранить, и у меня они будут в большей сохранности. Ну вот как-то так, друзья мои. Ну-ка вот, скажите, что это такое? Это вам такой вопрос, наверняка знаете. Ну что, покидаем это несчастное место. Вот, кстати, типичная, видите, тема, писать на стенах. Я тоже так делал, да. Это аварийная, водопроводчики, Некрасова Нью и так далее. Номера еще никакие не мобильные, а вот уже мобильные, Саша и Женя. Что-то более новое. Да. Ну что я могу сказать. Грусть, печаль, тоска. Вот такие штуки тоже, по-моему, были в каждом доме. Там туалет, но мы туда не пойдем. Ну, собственно, сейчас будет у нас очередной склей. Волшебным образом мы переместились из особняка Павла Ильича Сизора в коммунальную квартиру, где у нас есть... Апс! И убежал. Это шекель. Значит, тут у нас все, как мы любим. Значит, проверьте, закрылась ли дверь. И прочее, прочее. Вот масса чудесных шкафов. Тоже еще советского производства. Отличная инновационная система замкозакрытия. Но, помимо этого, у нас имеется с вами вот такой замечательный комод. Это уже совершенно другая эпоха. С очень новыми, полезными, нужными атрибутами, которые, честно говоря, даже страшно трогать. Здесь вот живут прекрасные люди. Здесь тоже живут прекрасные люди. Вот про это я даже забыл. Это, ребята, факс. Если вы помните, что это такое было, да? Это то, что трещало у меня в середине нулевых в редакции и в Петербурге, и в Москве. Идем дальше. Кися, кися, кися. Вот тут у нас, кстати, комната как раз той прекрасной девушки. Я сниму обувь, которую она сюда... Не надо? Ну, смотри, 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 смотри. Хорошо, ладно. Окей, я так... Я переживаю. Она маленькая, но вот мы были в особняке с вами, и мы видели, как разделялись, соответственно, комнаты. Но зато здесь есть, посмотрите, печь. Если вам вдруг в июле в плюс 25 станет холодно, можете погреться. Очень эргономично все организовано. У меня на самом деле на Левашовском проспекте, когда я жил в коммуналке, было все то же самое. То есть у меня был сделан лежак наверху для того, чтобы... Ну, ты говорила, что здесь очень жарко, да? Да, я тут вообще не поднимаюсь. Ты не поднимаешься. Это удобно для гостей, если кто-нибудь встается, по-моему. Дорогие гости, вам туда. Сдохните там от жары. Вот. Да, так вот, что я хочу обратить внимание. Видите, идет, соответственно, у нас фриз, карниз и стеночка. То есть эту стеночку поставили в добрые советские времена. На самом деле это огромная комната. Мало того, что там-то, в принципе, комната не маленькая, да? То есть она изначально была еще больше. Вот здесь у нас вид на то, что я скажу потом, во время нашей отдельной экскурсии, потому что я буду цитировать быт описателя Григориева. Вот оно как раз видно вот отсюда. Удивительно, но почему-то хочется прочитать другие слова, но это не те. Это надо в зеркало. Я в зеркало, смотри, давай посмотрим. Воздух. О, Леха, привет! А ты что здесь делаешь? Оказался, да, неожиданно. Вот, ну, в общем, вот такая вот достаточно. Да, вот чем занимается наша прекрасная кузяюшка. Рисует вот такие портреты. И занимается вуду. Нет, это издержки работы няни. Издержки работы няни, то есть после того, как ты работаешь няней, ты втыкаешь туда иголки, и говоришь, как я люблю детей! Обожаю детей! Просто не могу без них жить! Все у тебя будет нормально. Нет работы? Так, ребята, кому нужна хорошая няня, вот, пожалуйста, обращайтесь. Ну, или портрет, вот если надо будет вам портрет такой нарисовать. Вот обращайтесь, я оставлю координаты, а вось тебе что-нибудь и придет, прибежит. Все-таки люди всякие смотрят. Их много у нас. Так, пойдемте дальше. Вот такой чудесный коридор с разными шляпами. Замечательная вещь. Стильный дизайн. Прекрасная находка. Для того, чтобы хранить там всякое говно. Вот этим, собственно, характерны все коммунальные квартиры. Из простых досок, из простых перегородок делается нечто, чтобы там класть. Всем нужен скарб. Потому что, видите, потолки высокие, позволяют это сделать. Здесь у нас ванная. Абсолютно шикарная. Велерой Бог. Фирма предоставила свои чудесные изделия. Вот, видите, какое все. Но я хочу сказать, что вот у меня на Литейном здесь хотя бы вот фигурные, замечательные навесные потолки. Господи, я не могу нацелить. Да я жил в такой постановке, на самом деле. И вот шкафчики, да. У каждого свой персональный шкафчик, чтобы... Да, чтобы было. Вот особенно вот это. Вот мне он нравится. Это премия. Международная дизайнерская премия. была присуждена в городе Копенгаген в 2018 году за эту находку. Тут у нас чей-то маленький закуток, видите? Там, кстати, оригинальные ручки. Оригинальные ручки? Да, на дизайнерской премии. А, шпингалеты. Да, на дизайнерской премии. На окно, которые закутали. Вот. Покрашенные в 84 слоя краски, как обычно мы это все делаем, любим делать, да? Ну, видите, сколько всякого тут полезного, вот, например, да? Это же важная вещь, нужная. Она здесь будет стоять еще 20 лет, вот я вам гарантирую. Чего-то целый здесь почти не живет. А, ну, не живет, но хранит, хранит. Так, а здесь у нас, значит, вот, оперографик уборки. График уборки. Да, и тут у нас лайнапчик. Вот тут у нас заведение типа сортир. Драночка проглядывает деревянная. Вот тоже, видите, это уже премия получила по дизайну в 2019 году уже в Стокгольме. За это новаторское изобретение закрываем. Видите, как все продумано. Кухня святая святых. Здесь у каждого свой уголок, у каждого свой закуток. стол персональный, персональное место. Но я хочу сказать, что по моим меркам это еще очень приличная кухня. Вот. Это мы просто... И мы не сняли это, но мы видели в доме Сизора вот эту крышку. Я сказал, что вот она как раз от таких сутков. И вот эти сутки, на самом деле. Вот они. Печь. Сейчас же вы не дровами отапливаете, да? Да. А могли бы. Слушай, а напомни мне вот это, что такое вот это вот? Да. Детеныши, птенцы это будут. Детеныши, птенцы. Это авокадо, да. Авокадо. С крыльями они вылетают и такие. Я авокадо. Бэбики. Бэбики. Авокадо-бэбики. Друзья мои, значит, вот такой у нас необычный выпуск, да, заброшенный особняк и коммунальная квартира. Ну, на самом деле довольно приличная, потому что хотя бы чистая, да, то есть она с определенными атрибутами, но здесь хотя бы чистая, потому что, видите, девушка замечательно живет, да? Следишь ведь за порядком? Стараюсь, да. Да, стараешься. Потому что там, где вот я жил, в коммуналочке на Львашовском, там следи, не следи, все равно насрут. Значит, что хочу сказать. Во-первых, крайне важная вещь. Был я тут во дворе дома страхового общества России на Мховой улице. У меня там есть проход, и меня охранник попросил передать вам, дорогие друзья. Вы, конечно, туда приходите, звонитесь, но ночью не надо этого делать. Ну, мне кажется, мозги-то можно иметь. Зачем звониться ночью и проситься внутрь? Ночью – это ночь, а днем нужно делать другие вещи. Поэтому, пожалуйста, да, ну, пользуйтесь моими советами, но не настолько буквально. Это первое. Второе. Друзья мои, этот выпуск снимался в июле, с тех пор кое-что заметно изменилось. Прежде всего то, что в Москве экскурсии идут полным ходом, и в конце сентября вас ждут аж пять штук. Продажа моего путеводителя по Невскому проспекту пока приостановлено через сайт. Я допродаю остатки на своих экскурсиях, но будет сделан дополнительный тираж. Как только это произойдет, естественно, я дам знать. В Петербурге с 6 сентября по 19 сентября экскурсии не будет. Я буду пребывать в Крыму. Но до и после всегда пожалуйста. Вся информация есть у меня на сайте, либо в группе ВКонтакте, либо на странице в Инстаграме. Ссылки вы можете найти в описании под этим выпуском. И, конечно же, ссылка на прекрасного парня Леху, который сегодня, как и я, офигел, конечно, когда мы попали в этот замечательный особняк. И я думаю, что вас ждет еще масса всего. Я не хочу раскрывать все карты, но вас ждет масса всего интересного, необычного, всего того, что связано с Петербургом и с теми людьми, которые здесь живут. С вами, собственно, был я, гид Павел Перец. Оставляйте комментарии вот там. Увидимся. Пока.